Доброго дня вам, друзья. Недоброго дня вам, не другим. Насладился я сейчас вчерашним роликом Айдера Муждабаева. И вам очень советую. Послушайте. Айдер Муждабаев для тех, кто в танке, это икона московского комсомольца, автор слогана «Россия – страна рабов и бледей». Талантливый журналист, так же, как и другой медиа-идеолог современный, украинский, Аркадий Бабченко. Я признаю его талант не потому, что он в свое время в МК рубрику под меня делал «Свободное мнение», что-то такое как-то это называлось, а потому что надо признавать достоинства своих врагов. Их нельзя недооценивать. Но чем интересен этот ролик? Он там прошелся по Гребенчукову, Шевчуку, Улицкой досталось. Я думаю, надо приготовиться Чулпан Хаматовой и Максиму Галкину. Все эти ребята, вся эта либерода, которая пытается сейчас замаскироваться под заукраинцев, и заигрывать с Западом таким образом, они не понимают, что они не станут своими. Они не станут своими, сколько бы они ни скакали. Они все равно остаются русскими. А хороших русских не бывает. Им это пытаются объяснять упорно, но пока не получается объяснить. Даже у Зеленского, который предложил аннулировать все визы, выслать всю эту либеральную эмиграцию обратно в Россию, чтобы они здесь Путина свергали. Вот, поэтому этот ролик очень в этом смысле можно даже назвать знаковым. Надо следить за этими ребятами для того, чтобы понимать процессы и быть готовым. Борис Борисович Герменщиков. Совесть нации. Человек, написавший кучу никому не понятных текстов, которые все любят. Гуру неизвестно чего. Похож на гибрид Карла Маркса и Мухомора. Вот если внешне посмотреть. Похож на гриба. Ну опять, это все классно, да. Я люблю сказочных персонажей там всяких и так далее. Но этот сказочный персонаж молчал как рыба об лед просто. Все эти годы. Единственное, что я от него слышал, это он году в 15-м дал интервью, в котором, отвечая на какой-то вопрос, сказал, а я был в Крыму, Украину там не видел. Ха-ха-ха, как смешно. После оккупации, после того, как там репрессии, депортации и так далее, военная база и зря, что та война якума-майма, да. А он такой пошутник. Но он же должен быть над схваткой. Он же представитель великой кацапской вот этой вот цивилизации, да. Вот этой. Три клетки, две извилины и все в разных местах, да. И, а сейчас, почему я его вспомнил? Там таких много было. Он один, что ли, такой. Там этот Шевчук, который сейчас пострадалец, еще один. От штрафа там в 30 тысяч рублей или сколько там административные какие-то штрафы за что-то, что-то слово жопу произнес там где-то на концерте. Так этот человек отказывался говорить об Украине все 8 лет, начиная с оккупации Крыма. Ему звонили, просили написать, ну, романтичные украинцы песню для Майдана. Он говорит, вообще это не ваше, не мое дело. После этого не ногой в Украину дал одно или два дебильных интервью. Люди что-то там мурлыкал про Бендер, вот это вот, черт ее подери, кто она такая, да. И это гуру, это отец русской, так сказать, вот этой поэзии, рок-рок. Вообще хуже русского рока нет вообще ничего. Это настолько глубоко такое раздвоение личности, и еще и бы личности были. А мы видим, это просто какие-то амебы. И есть еще одна такая, их там много, но вот еще одна писательница от слова горе, Улицкая, которая в 15-м году или в 14-м даже осенью дала интервью про Украину. Она живет, естественно, в Париже, как всякая патриотка России, либеральная, настроенная и так далее. И она сказала, почему произошла оккупация Крыма? Она говорит, ну, потому что крымские татары засрали из Крыма. Это был ее ответ, абсолютный идиот. Мало того, что у нее логики. Улицкая такое сказала? Она абсолютно конченная, да. Это интервью Лемонт, можешь найти. Загадили Крым. То есть крымские татары загадили Крым, и поэтому русские химировали. Видимо, чтобы помыть там Крым, который мы загадили, да, в нашу родину, где мы каждый клочок земли гладим руками. Но опять, я не хочу этих людей трогать. Гремечуков, вернемся к нашему, так сказать, барану вот этому, нестриженному шерстяному. Вот. Так вот, пишут эти медузы всякие, про которые отдельный разговор. Дожди. Но они же ходят по кругу. Они вот эту Боби гостяку Барбоса. Боби гостяку Барбоса. Они по кругу ходят. Это вся псарня, она ходит другу облизывая. Когда, знаешь, вот старая собака, она друг у друга нюхает там вот везде. Ну, вот они ходят. И вот это русский мир, который все уменьшается в размерах, уже как вот у Лилипута, уже здесь вот уже где-то в ладошке, да, уже такой вот маленький. Театр абсурда, да. И, значит, это у них главная новость дня, чтобы ты понимал. Борис Гременчуков собирает деньги на новый альбом для группы Аквариум. А я, когда эту новость прочитал, я написал, собирая на ЗСУ, и еще пару слов написал. А потом думаю, господи. И вот это, это считается каким-то авторитетом. Мультимиллионер долларовый, который просто взял билет и свободно уехал из, где он там живет, из своих этих особняков. У которого куча недвижки, у которого куча бабосов, у которого куча вообще всего, ленивый, ленивый, как хряк уже старый. Вот. И этот старый хряк изрыгает в момент, когда Украина истекает кровью, и когда хотя бы мог бы украинским детям помочь. Я понимаю, что страшно помогать армии. Ну как это так? Гуру, какой-то индуист там, хотя из него такой же, ты все там бапти, бред, буддист. Ну, в общем, все это фейк. Это как тату-лесбиянки, так и эти буддисты. Вот то же самое. Муддисты они все. И он собирает деньги, это такая пошлость, это такая пошлятина. И думаю, господи, неужели ты во время войны не мог собрать деньги на поддержку Украины и не объявлять этот позорный сбор, а альбом свой гребаный. Из трех нот, с тремя микрофонами, записать на Тель-Авивской студии. Я даже могу позвонить, попросить кого-нибудь, запишите это за 100 долларов уже. Героя, бля. Вот, поэтому они... Но проблема в том, что таракан не знает, что он таракан. Он смотрит в зерк Наполеона. Понимаешь? А что, там не листали, а что, усы есть. Усы прекрасно такие. Да, усы есть. Мощные. А на самом деле они пустые. И Гребичков пустой, как барабан. Ну, правда, у меня были знакомые умные люди, которые еще в Питере жили в те времена, когда он был. И я спрашиваю, говорят, ты слушаешь его? Она так на меня посмотрела, говорит, еще в России слушали я кино. А это был где-то год 90-й, наверное. Я говорю, в смысле? Ну, в смысле, мне же не 15 лет. И это был 90-й год, понимаешь? 90-й год. А сейчас находятся люди, которые всерьез, вдумчиво, вот это, глазки в сцену или там глазки в Ютуб. Что же нам скажет Борис Борисович? Какую же новую грандиозную мысль он нам донесет? А давайте я перечислю ему. Хрен с ней, с Украиной. Какие там беженцы, убитые, раненые. Не на лечение же, в самом деле, там, ветеранам войны скидываться и жертвам войны, да? Как нет? Вот у нас инвалид мозга, Борис Борис Гребичков. Подлечим его инъекцией денежной. Это такая пошлятина. Это днище. Они вообще не замечают себя. Ну, это их как бы дело, да, совсем их дело. Вот. Но мы должны понимать, кто это такие. Если у них такие моральные авторитеты, то какая из себя, что из себя представляет вообще эта нация? И это вообще не нация, потому что это опять не манипулирует. Русские, это не название этноса. Мы же видим этот русский мир. Там каждый тварь и по паре, да? Ну, вообще там все цвета радуги в этом русском мире, да? И все оружие, они русские. Бьют себя в грудь за синяков там и так далее. Русский, это как когда-то ариец. Русский мир, это арийский мир. Это вот как раз тот великий рейх вечный. Эти арии, да? Это то же самое русские. Они везде были. В Крыму они были после древних греков, а может и до, да? Они были везде. Везде их исконные земли. Пингвины, подвиньтесь, я тут насрал, насру. Мои предки вот здесь вот и из-под Баубаба, да? Ну, бред же, бред. Это абсолютно арийская идея. Только в исполнении немцы, ну, немцы какой-то бэкграунд был. Они были страшными злодеями, да? Но они были похожи на страшных злодеев на самом деле, да? То есть в немецком исполнении все. Этические, эстетические. Они эстетические были такие настоящие преступники. Но они, а это просто с помойки. Это, они подобрали мундир рейха, вот это, от этого самого, ну, Хьюго-босса. Подобрали бомжарни, подобрали вот из театрального реквизита, подобрали мусорного бака. Вот они кто. Понимаешь, пустота. Пустота.